Добрый вечер, дорогие партнеры. Сегодня, я думаю, вас заинтересовала тема, потому что это как можно открыть директора с одной страничкой в соцсетях, да еще просто в Одноклассниках. Ну да, было время, что это можно было сделать, и как вы узнаете скоро, это, конечно, было нелегко, но если вы хотите работать так, как я, пожалуйста, пробуйте. Итак, зарегистрировалась я в компании по интернету в Одноклассниках 18 июня 2011 года. Как вы все знаете, моим наставником является Оксана Богданович. Она сразу мне предложила поехать на форум в Москву, и вот там на перерыве я познакомилась с одной девушкой. Даже не знаю, из какой она страны, и она мне рассказала, что она работает только в Одноклассниках, у нее очень много друзей, рассказала специфику чуть-чуть, потому что у Оксаны был офис, у меня тогда офиса не было. Ну, мы только начинали, грубо говоря, и сразу же после приезда с форума, как видите, в ноябре 2011 года, я сразу зарегистрировала страничку в Одноклассниках на мужа номер. У меня, конечно, была уже до этого страничка. И вот так вот начало работать. Работали мы тогда, как вы, я думаю, многие сейчас работают, копируя друг у друга. Но что-то где-то Оксана подсказывала, что-то где-то у кого-то я видела, что-то придумывала сама. И получается, как видите, 5 июня, а сначала я открыла офис на дому, потому что не могла найти аренду. Заказы у меня были огромные. Оксана нам высылала заказы из Финска огромными коробками. И вот когда не нашла аренду, открыла сначала на дому, но в это время я работала учителем и работала только в Одноклассниках. Ну, и был такой грешок, была председателем в оперативе, даже у себя. Через где-то 3,5 месяца я нашла аренду, открыла офис на Октябрьской, где и сейчас нахожусь. Потому что очень многие говорят, что, ой, ты директор открыла, у тебя был офис, ты одна в городе. Совсем не так, как видите, я вам написала. Так как я работала и график у меня был не очень хороший, офис работал сугубо на выдачу заказов. То есть обслуживалась та структура, которую я более-менее чуть-чуть наработала, и те люди, которые были зарегистрированы до меня. График работы был очень шикарный с 18.20 до 20.20. Почему так? Потому что я до 6 работала, потом летела на работу, а в 20.25 у меня был последний автобус мой микрорайд. Поэтому всех полностью клиентов, всех полностью консультантов из своего города я привела именно из соцсетей одноклассников. Ну и, как написано, 1 марта 2013 года я уволилась. Недавно было 6 лет. Скажете, ну, уволилась, потому что знала, что закроешь директора. Да, я знала, что я закрою директора, но у меня очень хорошо работала моя девочка из Финска. И, как говорится, на ошибках лучше же учиться своих, а не чужих. Хотя и говорили, что Оксана всегда говорила, у тебя Таня хорошо работает, работай, работай. Ну, как? Зарплата учителя есть, ну, почему бы нет? Отрыв, как видите, был малый. И доход у меня был где-то в пределах 300-350 долларов. Но увольняться никто же не хочет, потому что работа, работа, стабильность. Почему бы нет? Нет, а сейчас на свой ум я уже понимаю, что мне нужно было сразу, как только какие-то деньги появились, из интернета уволиться и развивать офис, по-другому работать. И тогда бы это все пошло намного больше. Но ничего страшного, сейчас мы уже все умные, все все знаем. Ну, а почему будет мало слайдов? Потому что вот в декабре 2018 года мою страничку, которой было почти 7 лет, заблокировали. Заблокировали навсегда. Там у меня была вся информация, поэтому только могу поделиться своим опытом. Скрины ничего сделать не могу. Ее удалили. Благо, с многими консультантами я общалась хорошо, поэтому кто-то написал на Viber, кто-то в Telegram, кто-то просто нашел, потому что новую страничку, которая была, в принципе, не новая, а которая была до этого, я назвала точно так, как она у меня и называлась, поэтому меня так девчонки и находят. Итак, но сразу говорю, сейчас нас, то есть сетевиков, очень много, прям очень много, вне зависимости от какой странички. И я думаю, все прекрасно с этим сталкиваются, что странички блокируют, поэтому, если хотите попробовать работать так, как я, желательно, чтобы у вас страничка была отлежавшаяся, и плюс, чтобы там уже было с кем работать, то есть отстай и более друзей у вас было. Значит, моя страничка была сугубо на дисконтников. Почему я всегда говорю, что у меня большая личная группа, потому что я всех регистрировала к себе, и все мои лидеры, ну, первую линию, и все мои лидеры, которые у меня есть, они все выросли из дисконтников, и они тоже работали точно так же, как и я. Сейчас, да, сейчас я работаю уже совсем по-другому, а тогда я пришла за деньгами, я знала, что такое первая линия, я знала, что такое ветки, поэтому меня это устраивало. Так что, грубо говоря, выбирайте сами. Значит, у меня были на каждую, не позицию, на каждый вид продукции своя папочка. То есть парфюмерия для мужчин, для женщин, потом отдельно была папка для детей, отдельно уход за волосами, отдельно уход, допустим, для жирной кожи, для сухой и так далее. То есть мы просто копировали картиночки из сайта, копировали, вставляли информацию, и так как много у меня было друзей наработано, за вот это все время у меня было 5000 друзей, сейчас дают больше, тогда не давали, и получается я ее периодически чистила. Обязательно была папка новинки каталога, папка новости каталога, но это я работала сначала так, вот именно делала вот эти отдельные папки. Сейчас, в принципе, этого не нужно. Почему? Потому что тогда у нас не было чатов. Сейчас у нас куча чатов по продукции, во всех мессенджерах. Поэтому, во-первых, вам нужно взять привычку всегда фотографировать свои заказы, потому что сразу видно, когда у человека картинка с каталога или с сайта, и когда своя живая картинка. Плюс фотографировать продукцию отдельно. Плюс обязательно каждый день кидать именно посты с отзывами по продукции. И, как я уже сказала, это вам сейчас намного проще, потому что у нас есть чаты. Для этого мы кидаем там фотографии своих заказов, отзывы и так далее. И никто не запрещает вам это все копировать. Просто чуть-чуть переделывайте, чтобы, если уже отзыв вообще вас не касается, ну, я думаю, каждый знает свои нюансики, просто так и подписывайте. Отзыв покупателя. Но, как я уже сказала, у меня было 5000 друзей, и обязательно под каждым фото, как только начинала я что-то где-то кидать фотографии, сразу были вопросы. Цена, 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 цена. Если вы будете работать так, как я, ни в коем случае не пишите ответ сразу и не пишите ответ на вопрос цена под фотографией. Поставьте плюсик или поставьте, что ответила, а общайтесь с человеком в личку. Особенно очень много вопросов, когда вы кидаете свои фотографии, свои личные, в одежде, в обуви, в оберлик, тебя, мужа, детей, родственников и так далее. Вот мы же и делимся в тех же чатах. Ну, то есть вы понимаете, что совсем по-другому смотрится фотография обычного человека и совсем по-другому модели. И вот именно под этими фотографиями очень много вопросов оценили, как купить и так далее. И вот так вот я со всеми и работала. Я ничего не продавала, не считаю нужным тратить на это время, но я всем предлагала регистрацию. Правильно? Если человек спрашивает, сколько туш, извините, чтобы ему купить туш, он не будет покупать на 29, если он хочет просто купить туш. Ну, вы можете написать ему цену, а дальше, если он уже будет, ну, его на самом деле заинтересует цена, дальше, как говорится, будете решать проблемы по мере их поступления. Но если спрашивали вопрос цена по поводу водички или же по поводу белья, одежды, обуви, понятное дело, все стоит больше, чем минимальный заказ. Поэтому я сразу писала цену каталога и затем писала, что при заказе, ну, тогда у нас была скидка, сейчас возврат, кто знает, что такое возврат денег, значит, возврат денег, кто не знает, значит, кэшбэк 15% и оформление личного кабинета бесплатно. Если человек не из города, если он живет где-то в деревне и ему, ну, не может ездить, я делала заказы к себе на офис и отправляла. Ну, по Беларуси это проще, России, я думаю, это будет намного-намного сложнее. Сейчас уже такого у меня нету, а раньше у меня было очень много посылок, прям очень. По две, по три коробки у меня было посылок с каждой поставки, и машины тогда не было, тостало все это в пакетах. На почте нормально давали в наших коробках отправлять, как бы вопросов не было. И вот сегодня я, допустим, посылочку девочке отправляла. Это, конечно, ваше дело, работать с такими людьми, с посылками, не работать, как хотите. Но и в деревнях люди хотят выглядеть красиво, пользоваться качественной продуктой и так далее. И они делают очень хорошие заказы. Главное их смотивировать. И сейчас у всех есть нормальные телефоны, и, как я уже повторяюсь, тогда у нас не было никаких чатов, а сейчас у нас есть вот эти все чаты, и вы посмотрите, что наши отзывы очень хорошо мотивируют на покупки. Поэтому никогда не стесняйтесь, никогда не думайте, кто их читает, или, ой, я не умею красиво писать, и так далее. Таких, как мы, очень-очень много, и если начнут писать отзывы простые консультанты, другие же подхватят. Поэтому не стесняйтесь. Но, как я еще раз повторяю, это все я грузила, ну, в принципе, и до сих пор гружу во все соцсети отзывы свои, отзывы других. И если у вас, пока не забыла, скажу, страничка еще слабо наработана, можете не загружать страничку, ну, чтобы был сугубо фаберлик, а как я уже написала, должны быть еще и развлекательные альбомы, чтобы ваши картиночки классили, чтобы к вам заходили в гости люди, чтобы они просились друзья, и так далее. Тогда у нас было три альбома. Сейчас смотрите сами, обязательно были альбомчики «Красивая природа», различные нюансы, и так далее. «Умные мысли», фразы, тем более сейчас в интернете их очень-очень много, но, как вы знаете, их-то много, но очень многие могут быть доспамлены, а сейчас мы все умеем работать и в Танве, и в Коверпоинт, и так далее. Можно делать картинки самим, брать из книг ключевые какие-то фразы, чтобы всех цепляли, и делать свои картинки. Ну и был у меня еще альбом «Все о нас, женщины». Там тоже были такие прикольные различные выражения, высказывания, которых очень хорошо классили. У меня был альбом про учителей, ой, чтобы вас не обмануть, буквально за месяц он, может, 16 тысяч классов набрал, потому что он был такой цепляющий, но я тоже у кого-то его, грубо говоря, спионерило. Поэтому бывает всякое, но вот так, вот так набирало людей. Поэтому в этой специфике главное, чтобы у вас было чем больше друзей на страничке. И, как я уже сказала, что у меня было пять тысяч друзей, почти пять тысяч фотографий. если вы будете работать альбомами, обязательно их чистите. Это что значит, что, ну, очень часто человек к тебе заходит и спрашивает, допустим, цена, ну, я не знаю, на крем-гель, допустим, абрикос у нас когда-то было. Сейчас такого уже давным-давно в помине нету. Поэтому периодически убирайте то, что уже не производится, или, допустим, была одна кислородная линия, сейчас у нас другая кислородная линия, то есть обязательно меняйте вот эти фотографии. Ну, и так как у меня было очень много друзей, я работала сугубо методом поздравлений. Сейчас у нас, конечно, очень много профи, очень много девочек, которые делают шикарные картинки, я каюсь, я такого делать не умею пока, но так как мы работаем в команде, в команде партнер, все друг с другом делимся, поэтому картинки сейчас у нас крутые, и их много, а тогда буквально было каких-то пять-шесть, и вы не поверите, их я и отправляла, и все регистрации у меня были только или люди спрашивали цену, или методом поздравлений, каждому каждому я отправляла подарок в каталог обязательно по почте, но как я говорю, это в Беларуси, у нас проще, вас прости будет сложнее, обязательно была у меня памятка, как оформить заказ, и были сделаны визитки, визитки были сделаны таким образом, что мое фамилия инициалы, мой регистрационный номер, номер, и пароль, ну, пустые были, и получается я регистрирую человека, записываю его регистрационный номер, так как он у меня есть, пароль человек уже вписывает сам, и получается приходил человеку обычным простым письмом в ящик, каталог, памятка, как сделать заказ, ну, и дисконтная карта, так как я и обещала. Конечно, это не значит, что все-все-все делали заказы, нет, но, как мы все знаем, 30% делает заказы стабильно, но, как я еще раз повторюсь, у нас тогда не было системы, не было проекта, сейчас вам, особенно новичкам, дают все готовое, просто делайте то, что вам говорят, и все будет поэтому с новичками обязательно нужно работать, обязательно нужно писать самим, конечно, не каждый день, по 5 раз на день нет, но хотя бы два раза в неделю спрашивать, есть вопросы, нет, заходил в личный кабинет, нет, и так далее, тогда такого не было, но очень часто я отправляла каталоги и тем, кто давно не делал заказы, как это я делала, обязательно и я и своим девочкам просила, чтобы при регистрации указывали корректный правильный адрес, сейчас-то у нас изменили, а раньше не требовало, ну не было такого, что районы и так далее, и в итоге писали город, а дальше ничего не писали, а так получается, если, допустим, человек со своими новичками не работает, в отчете я просматривала, допустим, 3-4 каталога человек заказа не делают, так как в итоге в показателях у нас есть полностью адрес, и в итоге я отправляла опять каталог письмом человеку, чтобы сохраняли мой телефон и так далее, но я еще раз повторюсь, тогда не было мессенджеров, сейчас у нас все это есть, сейчас мы можем человека этого найти в вайбере и телеграм, у нас есть все каталоги в картинках и так далее, поэтому вот это все у нас очень хорошо упростили, и еще раз повторюсь, работайте с деревнями, девчонки, не обязательно с городом, вы не поверите, сколько у меня в офис приходят людей, которые не из города, а с ними же кто-то работает, поэтому не бойтесь этого всего, кто получается, просто когда вы человека регистрируете, спрашиваете сразу, ну, как часто вы бываете в городе, какой вам ближайший город, и так далее, чем вы добираетесь, там, автобусом или машиной, для чего это все, просто если человек добирается машиной, понятное дело, на бюджетин у него уходит нормально денег, а если автобусом чуть дешевле, и получается, если человек бывает редко, и если ехать на машине, все равно это бьет по кошельку, почему бы не высылать таким людям, понятное дело, эти заказы должны быть оплаченные, даже если у вас нету своего офиса, ничего страшного, пусть сделают на тот офис, в котором вы обслуживаетесь, я всегда просила, сделали заказ, напишите, что это вы сделали, потому что всех не упомнишь, и все, владельцы офиса спокойно отдают заказы, если это не твой главный, чтобы он был оплачен, забрал заказ, зашел на почту, отправил, я отправляю это все бесценной посылкой, не оцениваю, все равно оно доходит, получается дешевле, и человек возвращает только за вес, и получается, вы уже сами будете видеть, если вы отправили человеку его оплаченный заказ, и там, как уже вы договариваетесь, он возвращает вам деньги за пересылку, или на телефон ложит, или на регистрационный номер, как вы договорились, если вы, допустим, отправили, проверили по штрих-коду, человек по ссылку получил, деньги не вернул, все, значит, больше вы с таким человеком не работаете, понятное дело, кто-то скажет, по кошельку побьет и так далее, ну, извините, как говорится, денег хотим, а вкладывать вообще не хотим, нечестный человек, ну, значит, с ним мы вообще не будем работать, как говорится, все мы где-то теряем, но еще больше приобретаем, но на все, как мы все всегда говорим, должна быть система, и вы должны понимать, для чего вы это все делаете, ну, и не забываем, чтобы красиво общаться с людьми, чтобы не грубить, нужно, конечно, и развиваться, и не садиться за работу с плохим настроением, тем более мы с вами знаем, что мы работаем дома, и если у нас плохое настроение, не обязательно выходить в соцсети, но, как я уже сказала, мою страничку заблокировали, несмотря на это, я с этой страничкой открыла старшего директора, да, ей было 7 лет, да, стабильно лет 5 мне понадобило, чтобы выйти на стабильный, хороший доход, ну, хороший на то время для меня, у меня были, я ничего не скажу, у меня были еще странички, но у меня была на тот момент привычка, я не записывала пароли, я что-то все время теряла, и в итоге, если поискать в соцсетях, у меня много еще страниц, которых не заходили уже очень-очень много лет, потому что, ну, по-настоящему теряла. Первое время было, у меня привычка, как только меня перекрывали мою страничку, я сразу создавала две других, но ее всегда открывали, давали доступ, может быть, из-за того, что у меня все мои страницы не на виртуальные номера, а на реальные номера, у меня в самой очень много личных номеров, ну, а последний раз, конечно, я расстроилась, потому что, на самом деле, у меня там были все мои консультанты, все мои клиенты, потому что я, в основном, работала только с нее, у меня были страницы и ВКонтакте, и так далее, но я не знаю, почему мне не нравилось работать ВКонтакте, когда перекрыли доступ к моей семилетней страничке, пришлось изучать и ВКонтакте, но сейчас у меня основная нерабочая, на которой может 180 друзей, да и то периодически чищу, с кем не переписываюсь, одну страницу, которую я обозвала точно так, как была названа та ИП Ольга Карпович, я сейчас на ней работаю только как личный бренд и работаю с поздравлялками тоже с нее, но я работаю поздравлялками только друзьям. Если раньше со своей же основной вот этой странички я слала поздравления и не друзьям, то сейчас я шлю только друзьям, потому что почему перекрыли? Потому что кто-то заспамил, а заспамить могли только конкуренты, я так думаю. И в итоге все странички, которые у меня были, другие, но на которые я честно заходила очень редко. Сейчас я их веду, одна идет как онлайн-дневник, одна идет продуктовая, только отзывы и одна на личный бренд, так как я уже сказала, но всегда стараюсь, если регистрирую человека, допустим, с этой же продуктовой странички, я обязательно ее, потом этого человека добавляю на свою основную страницу, потому что ну всякое может быть, могут заблокировать и как я уже сказала, те люди, с кем ты общался, кого ты консультировал и так далее, они меня же и нашли, просто получается сейчас я уже ее берегу как зеницу ока и плюс можно работать, но это тоже очень кропотливая работа и долгая с группами в одноклассниках, у меня их всего четыре, одна продуктовая, называется бесплатная регистрация, одна интернет-проект партнер, одна называется моя личная группа и еще одна по офису, вот эти группы, группы, чем хорошо, что можно загружать всю ту же информацию и просто с основной делиться и получается группы не так часто блокируют, ну и конечно раньше такого не было, мы спокойно могли в статус ставить реферальную ссылку и так далее, сейчас за это все блокируют, потому что как я уже говорила, очень и очень много сетевиков и очень много конкурентов и людей реально вот это все понимаете поднадоело, поэтому наши странички должны чем-то отличаться от других страничек, поэтому обязательно разнообразьте им какой-то интересной информацией, какой-то интересными картинками, как вы все знаете, что в одноклассниках можно на картинке отмечать друзей, но с этим тоже не наглеть, я рекомендую не более пяти друзей отмечать, и то не одних и тех же обязательно, и смотреть, чтобы это были не конкуренты, потому что за это тоже могут блокировать, но как вы все знаете, вот это все, что я вам рассказываю, это старые способы, и как я уже сказала, если вы готовы идти семимильными путями, пожалуйста, пробуйте, работайте, потому что, как вы знаете, на продукт люди идут быстрее, потому что все привыкли покупать, все привыкли покупать чем подешевле, главное, как вы это все преподнесете, а личный бренд, все мы прекрасно знаем, что его нужно наработать, и на это может понадобиться год, а может и больше, Ну, и заезженная картинка, я думаю, которую знают все очень и очень хорошо, но это на самом деле правда жизни, и только мы можем ее изменить, и только от нас зависит, получится у нас или не получится. Поэтому, как я уже сказала, я жалею о том, что не уволилась еще раньше, что слушалась тех, которые в принципе ничего этого не пробовали и ничего не достигли, в принципе, чему они мне могут посоветовать, поэтому работайте, пробуйте разные методы, и это не значит, что если я один, два, три, четыре дня поделала, у меня ничего не получается, значит, у меня не получается, а вы поработайте этим же методом месяц, поработайте два метода, но главное поработайте, а не зависайте в ленте, и еще один совет, обязательно чистите ленту, если не знаете, как это делается, просто заходите, у себя под фотографией нажимаете на свое, как вас называется, страничка, и у вас открывается ваша лента, чтобы не было, когда человек вам заходит в гости, а у него только, что Ольга добавила друзей, там, 500 штук, и больше ничего не интересно, вы работаете, вы добавляете, даже если вы классите кого-то, или там чью-то картинку, вы просто заходите и обязательно чистите свою ленту, а лучше всего, я всем своим девочкам говорю, ставить не класс в одноклассниках, а открывать оценочки и ставить пятерочку, почему, потому что когда мы поставили класс, все люди видят вот это в вашей ленте, а когда вы поставили пятерочку, это все видит только человек, он видит, что вы его фотографию оценили, он обязательно зайдет к вам в гости, он обязательно и не факт, что он пятерочку поставит, сейчас люди очень-очень многие просто ставят класс, но они не думают, что вот эта вся информация остается у них в ленте, поэтому они пусть наши фотографии класят, а мы будем умнее. Ну, вот на этом пока у меня все, буду стараться дальше с вами делиться своим опытом, пишите вопросы, если есть. знакомす поднимать автомобиль Продолжение следует...